Помимо поддержки готовых проектов, фонд поддержки предпринимательства разрабатывает свои. Это те направления, которые необходимо развивать в Ненецком округе. Переработка рыбы, сбор и переработка дикоросов, сельская пекарня и мини-фермы. В регионе есть примеры успешных домовых хозяйств, которые в будущем могут реализовать инвестиционные проекты. Семья Ануфриевых И те, и те кушают исправно, а значит, корма понадобится немало. Но начинающий свиновод уже закупил комбикорм в Коми и доставил по реке. Опыт содержания свиней пригодится, если семья пожелает оформить крестьянско-фермерское хозяйство. По данным Фонда поддержки и развития предпринимательства, сегодня в регионе зарегистрирован 51 фермер. Для развития сельского хозяйства фонд разрабатывает новые проекты. Он может ознакомиться как раз в нашей базе. Далее этот предприниматель обращается к нам в фонд. И мы уже, исходя из конкретных сценарных условий, этот проект проектируем в жизнь. Мы вместе можем посмотреть, какие ресурсы мы можем подключать. Будь то грант, будь то субсидия, будь то лизинг для оборудования. То есть мы вместе садимся и смотрим все ресурсы, просчитываем все риски, все моменты по реализации этого проекта. Сегодня в инвестиционной базе 11 готовых предложений по открытию собственного дела. Все они размещены на сайте организации. К каждому проекту прилагаются расчеты, каких показателей должен придерживаться предприниматель. К примеру, срок окупаемости свиноводческой мини-фермы составит примерно 39 месяцев. В первый год окупаемости выручка составит 8 650 000, во второй год 13 000, в последующие до 15 000. Есть и примерные данные по затратам. Так, мини-ферма обойдется бизнесмену в 1 650 000 рублей. Из них 400 000 – собственные средства, 500 000 можно получить в рамках окружной субсидии и 800 000 – заемные деньги. Сегодня фонд поддержки предпринимательства оказывает услуги микрофинансовой помощи. Кроме того, сегодня в регионе действует мощная система поддержки сельхозпроизводителей. Компенсация расходов на доставку товаров на Рейнмар, частичное возмещение затрат, возникающих в связи с производством овощей закрытого грунта, производством и реализацией молочной продукции. Все начинающие предприниматели могут получить бесплатные консультации, в том числе по оформлению земельных участков. Так что, как говорится, бери и делай. Как показывает опыт семи Ануфриевых, и в Заполярье возможно успешно вести сельское хозяйство.